Эта история Леонида Млитча для тех, кому небезразлично наше прошлое. В Соединённых Штатах выборы, говоря, что итог их может зависеть от решения Верховного Суда, поэтому суд в центре внимания. У нас в стране реформы Конституционного Суда, у нас в стране двух адвокатов, которые печально прославились во время процесса над несчастным актёром Михаилом Ефремовым, лишили адвокатского статуса, и внезапно юридическая сфера оказалась в центре внимания. Я хочу поговорить об этом с одним из самых знаменитых наших адвокатов, доктором наук, Алексеем Ивановичем Бенецким, который знает целых три юридические системы. Советскую, поскольку имел удовольствие поработать в советские годы, американскую, потому что работал в Вашингтоне в одной из самых крупных американских философии, и российскую, поскольку продолжает трудиться в нашей стране. Я вот сейчас, Алексей Иванович, спрошу относительно судей, потому что ключевая фигура в нашей жизни – это судья. У нас суд как раз очень заметная, к сожалению, мало уважаемая теперь, как институция и как профессия, среди большого количества людей. Но если сравнивать, мы много раз об этом говорили, что сравнивать несравнимые системы, величины – это неправильно. Можно и даже проводить аналогии. Тем более, что судебная система и система правосудия, система права в англо-саксонских странах, она иная. Считается, что в России сложилось континентальное право кодекс Наполеона и так далее. До революции оно и существовало и в период советской власти. Что на самом деле совершенно не так, потому что после революции уже при советской власти все существовало совершенно иначе, не так, как во всем мире. Были некие названия – Верховный суд, Конституция, Демократия, Власть народа, Народ и партия едины. Это все было. А вот смысловое содержание всех этих выражений и институций – этого, естественно, не было. Верховный суд Соединенных Штатов и Верховный суд Российской Федерации сегодня – это абсолютно разные вещи. И ключевым вопросом вообще в судебной системе является свобода судей, как людей, осуществляющих высшую власть в стране. Так вот, последние изменения, когда Конституционному суду, который является наивысшей юридической конструкцией в правосудии России, ну и не только, в других странах тоже, запретили высказывать публично свое мнение и отдельно еще свое особое мнение, которое они имеют таки право все-таки выражать, но в письменном виде, и это как бы для служебного пользования. Что касается Верховного суда в Соединенных Штатах, что равно, кстати, и в других странах, естественно, что судьи независимы в силу того, что, во-первых, будучи единожды назначены по процедуре, которая похожа в том числе и у нас, и в Соединенных Штатах, но уже после этого сместить их нельзя. Ну, во всяком случае, в Верховном суде, если мы о нем сейчас говорим. А в России можно. Президент в России, я даже не имею в виду Путина, а как чиновника высшего класса, он вообще специалист во всех вопросах. Президент. Он знает, как должен быть организован молокозавод, он знает, как добывать рыбу, он знает, как тушить пожары, как изменять те или иные законы лучше всех, и, соответственно, он знает, кого из судей надо назначать, а кого надо снимать и за что. В Верховном суде Соединенных Штатов это невозможно, потому что судьи Верховного суда, будучи назначенными, ну, в какой-то степени можно назвать это избранными, потому что их избирает голосованием прямым и открытым сначала специальная комиссия по предложению президента, а потом уже утверждает голосованием же опять Синак. Они пожизненные. И главное для них, что, в общем, редко звучит, это репутационные, репутация, репутационные их смысловое содержание, их деятельности. И это не слова. Именно поэтому предыдущая судья, которая почила недавно, она была, в общем, святочем таким. Недаром поэтому Элиот Ричардсона, генерального прокурора и министра юстиции, с которым мне довелось работать в одном офисе на одном этаже и в соседних кабинетах, чрезвычайно интересный человек, которого называли «Совесть Америки». Это человек, который, в общем, организовал импичмент. И открыл, и допустил, и высказал свое открытое мнение. Но я сильно сомневаюсь, что генеральный прокурор сегодняшний, вчерашний, позавчерашний и так далее, независимо от того, что Россия – это или СССР. Ну, кстати, в ряде республик, за исключением Украины в данном случае, мне не все нравится, что происходит в Украине, но там все-таки есть некий дуализм или даже триализм, если можно так выразиться, мнений. Там бывают конфликты между высшей административной властью, президентом и все-таки судебным и генеральным прокурором, предположим. И допустима критика в обе стороны. Что почему-то считается очень плохо. И вот эта возможность не соглашаться, возможность высказывать собственное мнение, особенно в суде, это и есть гарантия, одна из гарантий правосудия. Там, конечно, есть еще факторы свободной прессы, возможности общественности быть в суде, что, кстати, сейчас запрещено, потому что суд у нас закрыл двери для всех не участников процесса, но уже до нас доносятся возмущенные крики адвокатов, которых судебные приставы почему-то тоже в некоторых судах не считают участниками процесса. То есть уровень образования, уровень подготовки, уровень осознания функции своей каждого из людей, которые заходят в суд на работу, как-то, в общем, катастрофически падает. Мне могут сказать, что это отдельные случаи. Ну так отдельных случаев, между прочим, из них складывается общая картина. И Салтыков-Щедрин, которого так любила коммунистическая партия, или там, скажем, Радищев, он тоже писал об отдельных случаях. Этого не было повально и повсеместно не в Российской империи, ну а в Советском Союзе в те времена тоже, в общем говоря, писали об отдельных случаях, когда отдельные граждане несознательно нарушали закон. Правда, сейчас выясняется, что, в общем, закон нарушал вся страна. Я имею в виду Несунов, массовые кражи, огромный колоссальный дефицит, который приводил к потере не столько финансовых и материальных, сколько к разложению, к моральному разложению общества, что мы, собственно, сейчас и имеем. И это коснулось абсолютно всех сфер человеческого существования на постсоветском пространстве. Сергей, такое ощущение, что вообще вы это знаете. Просто две принципиально разные юридические системы. Потому что у нас в суде считается, что там высшая справедливость судья устанавливает, а там, как я понимаю, всего лишь дает возможность двум сторонам. Это колоссальная разница. И это не только касается, я говорю, еще Соединенных Штатов. Это во многих странах, и даже тех, которые принято так уничижительно называть развивающимися, ну, скажем, там, Латинская Америка, там, в каких-то странах, или Юго-Восточная Азия. Но они-то, пройдя вот этот трансформационный путь развития нации XX века, когда пали империи, пали колониальные империи, когда действительно страны получили некоторую независимость и стали развиваться, они выбирали и смотрели. Ну, давайте, так сказать, серьезно говорить, что советская идея, коммунистическая идея, ну, не нашла в мире своей реализации. Нигде, включая Советский Союз, который был ее основоположником. Мирулюбивая политика, о которой сейчас тоже говорят. Значит, мы за мир, но при этом мировой пожар мы все-таки раздуем. Значит, полпот и примеров масса. Там, где эта идея, можно говорить, что она была искажена догматиками там, или, наоборот, людьми крайне правого толка коммунизма. Ну, послушайте, коммунизм – это ведь как бы вершина человеческого развития, должна была быть. Ну, у него не могло быть ни правой, ни левой стороны, ни центризма. Это некое такое ядро, которое должно было сформировать. В общем, то же самое касается и судебных систем. Их формируют люди. Люди разлагаются, если можно так сказать, на страты. По уровню образования, по уровню культуры. И чем выше этот уровень, тем человек ближе приближается к той части общества, где он начинает влиять и решать вопросы. Ну, вот там, собственно, и начинает складываться судебная система. Хотя эта система сложилась задолго до того. Не говоря уже о том, что все системы на сегодняшний день, мы все в основе живем по римскому праву, которое появилось хрен знает когда, я даже не буду говорить, потому что многие вообще не понимают, что это такое. Соответственно, вот судья там и судья здесь и возможность состязательности, ее просто надо видеть. Я 40 лет в профессии. Я знаю практически всех адвокатов, которых надо бы знать. Ну, даже знаю тех, которых не надо было бы знать, имею в виду вот недавние эти самые клоунады, которые, слава богу, закончились пока изгнанием этих граждан. Значит, за 40 лет я повидал всякое разное. Я ездил по стране, я был в разных судах, в разных национальных республиках и убедился, конечно, в том, что вот менталитет, культура, она влияет в том числе и на отправление судебное, и на прокурорское, и на менталитет полиции, и на адвокатов, естественно. Поэтому то, что там есть состязательность, она там так сложилась в силу внутренней свободы. Ее тоже завоевывали. Нельзя сказать, что прямо во Франции, во времена раздробленности феодальной или в Германии, когда были бароны, там прямо такая была свобода. Конечно, ее не было. И в Англии то же самое. И, в общем-то, ее нет и сейчас в чистом виде. Ну, как вот некоторых металлов в чистом виде не существует. Они как бы есть, мы понимаем их формулу, но их нельзя создать. Или они не жизнеспособны, они очень быстро будут разлагаться. Точно так же и здесь. Но, во всяком случае, можно создать некий сплав, который будет очень устойчив. И вот этот сплав менталитета, культуры и, самое главное, целесообразности и прагматичности для того общества, в котором этот сплав вызревал, они и создали. То есть, британская система права, она, в принципе, похожа на американскую. Ну, есть еще юрисдикции, где англоксаксонская система. Но они все равно отличаются в силу менталитета. Потому что, конечно, ну, во-первых, американские судьи не носят парики и не носят мантию, а не носят, но как-то вот не главное в этом. И вообще, американский суд, он другой. Французский суд, он тоже другой. Но состязательность, право высказаться, иметь свою точку зрения, обосновать эту точку зрения, представить доказательства. И в этом главная заслуга вот этой всей ненавистной сегодня, ну, в СССР обязательно, а сегодня среди очень многих в России ненавистной западной модели. Что она лживая, она там, конечно, двуличная и так далее. Другая, но тем не менее, она гораздо более жизнеспособна. Второе, потому что есть возможность признавать свои ошибки. Конечно, никакая власть не любит признавать ошибки, в том числе и судебные. Но состязательность, возможность продолжать расследование даже после состоявшегося приговора. Мы же знаем случаи, когда через 25 лет невинно осужденного его возвращают к жизни. И ему государство выплачивает деньги, которые непонятны абсолютному большинству граждан нашей страны. Миллионы долларов. И это как бы такой, это экскьюз, потому что нельзя измерить с точки зрения западного менталитета время, вырванное из жизни человека. Потому что жизнь человека там, она гораздо более высоко ценится, в том числе и в деньгах, но потому что другого пока мерило, человечество не придумало в качестве компенсации за ненесенный ущерб. Чего абсолютно нету и не было в Советском Союзе, и нету на сегодняшний день в Российской Федерации. Не знаю, как в других постсоветских странах. Мне это пока, это мне не интересно. Они еще находятся в своем, так сказать, развитии, в том числе и в этой системе. Но я не могу себе не то что представить, мне очень трудно было объяснить моим коллегам в Америке или в Германии, что в советское время были судьи, а я их видел, я у них участвовал просто в процессе, ну скажем в Туркмении, которые не знали русского языка, в понимании знаю, значит я пишу на нем, говорю на нем, формулирую свои мысли, и я при этом судья, и мысли мои должны быть весьма специфические, в том числе и с сознанием законов. Так вот я таких судей видел. А судопроизводство шло на русском? Конечно. Ну для того, чтобы осуществить это судопроизводство, справа народного заседателя сажал директора школы, а слева главного инженера крупнейшего в этом маленьком регионе Треста, который тоже был русский. Ну и кончилось это тем, что теперь уж я могу признаться, что приговор писал я. Я сидел в гостинице и писал приговор. Причем это для меня было никакой взяток, это не было никакой коррупционной, просто дело так зашло далеко, что надо было писать грамотный приговор. И оно так зашло далеко, что прокурор в процессе пришел ко мне, а прокурор парень учился в Санкт-Петербурге, он говорил по-русски, и хорошо говорил, грамотный. И он сказал, Алексей Дварович, ну не Алексей Дварович, конечно, а Алексей, но не надо письменное ходатайство судье, он читать не умеет. А я приехал с машинкой, там печатал все, как положено, вручал и так далее. Он говорит, ну мы будем тогда тут два года сидеть, потому что придется это все нам писать, а ему читать тяжело даже то, что ты пишешь. И таких было много. Извините, я вас прерваю, просто помню историю этого вы рассказывали, как из уважения к вам, московскому адвокату. А, да, да, да. Приятного столица попросили. Ну это другая совершенно, тоже манера. Это Кавказские республики, да. Это в процессе по крупному делу в Верховном суде, между прочим, одной из республик. Очень веселый был процесс, хищение в особо крупных размерах, но у них это было принято. И когда мы закончили судебное слушание, значит, перешли к стадии судебных прений, встал прокурор, это было лето, он сидел, почему-то мы сидели внизу, ну как положено в зале, а прокурор сидел на возвышении рядом с судом, и у него были без носок сандалии. И его ноги находились на уровне наших глаз. Поэтому, когда каждый раз мы поднимали глаза, и он что-то говорил, надо же было его слушать, мы видели его симпатичные ноги, он пальцами так шевелил, что вызывало гомерический смех, и суд, и прокурор никак не могли понять, почему московские адвокаты так себя ведут. Но потом перестали смеяться, привыкли. И он встал и сказал, что поскольку у нас гости из Москвы, а по судоговорению положено, что, естественно, обвинение предъявляет, и обвинение первым выступает, и обосновывает свои обвинения перед лицом суда, а он говорит, вот давайте пусть гости первые выступают, и скажет все, что... Для меня это было понимание того, что вопрос-то вообще решен, и приговор, видимо, уже написан. И что там скажут адвокаты, и что скажут прокуроры, это уже никого не интересовало. Но, тем не менее, вот такой казус совершенно фантастический был, и это было от души. Это же... Это вот как, ну, гости к нам приехали. Вот это вот фантастическое непонимание того, что суд это отдельно от всех остальных уровней взаимоотношения между людьми, и туда переносятся вот эти вот братские какие-то там дружеские национальные особенности. И вот этого, конечно, вы в Америке, в Англии или во Франции не увидите и не услышите. Сидорович, вы много лет проработали при советской власти. А у вас всегда было ощущение, что вот вы участвуете в судебном заседании, но приговор-то уже давным-давно... Нет, нет. Я вам могу сказать, что не тогда, не сейчас этого ощущения нет, ну, за исключением, там, таких вот случаев, формально. Есть понимание, что дело доказано. Оно, ну, там есть признание, есть доказательство, оно простое, там, не требуется. Весь вопрос в мере наказания. И вот здесь, кстати говоря, вопрос о мере наказания, а это ведь главный вопрос в уголовном процессе. для всех, и для государства, и для человека, который на скамее подсудимых, и для адвоката, это определяет судья. В Америке, скажем так, вот там несколько проще роль судьи, потому что виновность, ну, скажем, судь присяжных, который по абсолютному большинству серьезных процессов имеет место быть, выносится именем народа Соединенных Штатов. А народ сидит в зале. Присяжные. Это народ. И это не пустые слова. Причем народ самый разный. Даже до последнего времени, пока возраст позвонил, Генри Киссингер, известный человек, он считал своим долгом участвовать в качестве присяжного. Вот чуть на секунду отвлекусь. Ко мне часто обращаются знакомые, звонят там за себя или за каких-то знакомых, получая повестки для отбора в качестве присяжного. Поскольку у нас тоже есть теперь суд присяжных, так вот у них 100% людей говорят, как мне от этого дела отбояриться. Или что мне будет за это, если я туда не пойду вообще. Я не убеждаю, я им просто объясняю, что будет или ничего не будет. Но вот менталитет нации разный совершенно. В одной системе культурной это гражданская, я даже не назову это обязанность. И даже это не долг. Это чувство, что я часть народа. Меня приглашают осуществлять правосудие. Правосудие, особенно по уголовным делам, это высшая форма отношений между государством и гражданином. И как же я могу отказаться, если я могу там на что-то повлиять? А он может на что-то повлиять. И приговор присяжных для того, чтобы отменить, нужны супероснования. Сверхоснования юридического порядка. И, как правило, это происходит, например, поймали реального убийцу. Естественно, что приговор будет отменен. Отменять будет Верховный суд в Соединенных Штатах. Медлительность правосудия этим же объясняется. У нас установлены строгим экс-судьей Егоровой, бывшим председателем Мосгорсуда, очень строгие сроки рассмотрения судов. Срок, надо выдерживать срок, надо вовремя отчитаться. Сколько вы дали стали стране, сколько вы выплывили душ человеческих в своих залах, сколько вы их сожгли, сколько вы их помиловали. Сколько помиловали – отдельная тема, потому что помиловать надо мало. Вот разница. Колоссальная разница. И в данном случае я не критикую, потому что я прекрасно понимаю, что изменить менталитет нации, который сложился за 75 лет советской власти, плюс еще 30 сейчас, непонятно какой власти, ну, российской. Но ее ментальные основы, ну, там, вернемся к истокам, встанем с колен, это все хорошо. Хотя, в общем, я думаю, что вы согласитесь, мы с вами, например, и миллионы людей, десятки миллионов людей не считали, что они стоят на коленях. Нам не надо вставать с колен. И российская армия на коленях не стояла. То есть, кто собирается вставать с колен – это вопрос. Ну, такой понятный. И в этой связи, конечно, сейчас сформировать ту систему, даже не надо ее называть западной. Это система правосудия, которая имеет четкие рамки сдержика противовесов в виде двух сторон, которые имеют право реально состязаться, которые независимы, на которые нельзя оказывать давление, и за это будет самое жестокое наказание. И есть судья, на которого вообще никто не может даже пальцем показать. Вот, знаете, в Таиланде замечательный закон есть, там, на портрет короля нельзя показывать ногой. Вот за это могут, там, казнить. Ну, вот примерно так же должно быть в нормальной стране. Ну, вот судья – это сверхчеловек, да. Это человек, который судьбу решает. Я помню, в советское время, когда мы с вами были в юном возрасте, вот из тех молодых людей, которые хотели пойти по юридической дороге, никто не хотел быть судьей, хотели быть следователем. Кому нравилась романтика – прокурором, кому нравилось быть начальником. Ну, это уже вообще крайняя романтика. Но судье никому в голову не приходило, потому что это казалось совершенно неинтересной профессией. Ну, никто не знал, что пенсии будут хорошие у судьи. То есть, это была вообще профессия какая-то такая непочтенная, что в советском. Ну, наверное, в какой-то степени… Хотя, судьи, если говорить о Советском Союзе, это, конечно, были уважаемые люди-то. Это вот уже без всякого сомнения. Потому что, ну, у судьи было больше даже тогда возможностей осуществить свою точку зрения. Вот судья, будучи избранным… Кстати, не надо забывать, что в Советском Союзе, кстати, никакой генеральной секретарь, никакой директора обкома, там, завода, ни на кого не назначили, их избирали. Неважно, что это было, ну, такое клубочное голосование, конечно, оно там подбирались кадры и так далее, но все-таки в судьи проходили во многом, не все. Я уже рассказал, какие бывали судьи в национальных республиках, но, тем не менее, в суде проходили люди очень серьезные. Мой одноклассник, однокашник, простите, по институту, он сознательно шел судьей. И с него сформировался фантастический судья. Если бы он работал в системе координации Соединенных Штатов Англии или Франции, я думаю, что сейчас бы он был председателем Верховного Суда, потому что он даже тогда, боюсь наврать, но думаю, что это были ранние годы уже падения СССР, вот уже новая Россия, он даже тогда умудрялся совершать судейские действия, которые вызывали ярость у прокуратуры. Он отпустил человека из-под стражи, потому что следователь то ли запил, то ли загулял и пропустил срок, когда надо было идти в суд и продлять, ну, конечно, да, это уже была новая Россия, значит, продлять срок содержания под стражей и запер в сейфе документы. Ну, дело. А, без него как рассматривать? А у судьи есть свое дело. У него истек срок, он позвонил прокурору и сказал, «Ты же прокурор, вы завтра будете продлять срок?» Тот прибежал к нему, стал его убеждать, что это наше общее дело, мы свои люди, мы сочтемся, мы свои. Ну, давай, закроем глаза. А он сказал, нет. Он говорит, а там обвинение было в особо тяжком преступлении, тяжкое телесное, повлевшее смерть, ну, почти убийство. И он человека выпустил из-под стражи. Во многом потому, что он был профессионал, судья, и он читал материалы дела, когда решалось вопрос о заключении под стражу. И у него уже тогда были серьезнейшие сомнения в том, что этот человек виновен. Но он же не может их высказывать. Он поступил таким образом. Он и выпустили его, естественно. И потом, когда дело в суд не пришло, он поинтересовался. А где ваш этот Пупкин-то, из-за которого у нас такой скандал разгорелся? Да, мы его отпустили. Это не он, мы другого поймали. Вот и все. Это реальное дело. А представьте себе другого судью на этом месте. Он не стал бы разбираться. Ну, свои люди, ну что там, прах человеческий отряхнем с наших ног и пойдем дальше. Вот и все. Вот в чем разница. И если судья на Западе, там, понимаете, в чем дело еще? Вот у нас все время пытаются закрыть скандальные вопросы. Судья не может в Конституционном суда высказывать свое мнение. А почему он не может высказывать? Публиковать не может. Пожалуйста, всюду публикуется. Изгнанные судьи, прокуроры, полицейские, даже не арестованные и не осужденные, просто их изгнали из своих рядов. Ну, или там предложили покинуть. Но, во всяком случае, за какие-то очень серьезные проступки. Их биографии опубликованы. У нас адвокатская палата публикует сборник. Я его получаю, естественно, в том числе дисциплинарного производства. Там никогда нет фамилий. Вот я думаю, а почему, собственно? Ну, вот там есть хорошие примеры, когда адвокатская палата, рассмотрев дело, сказала, суд неправильно написал нам, что этот адвокат, значит, вел себя оскорбительно по отношению к суду. Ничего не подобного. Он, конечно, был эмоционален, но это произошло из-за сложившейся в суде ситуации. То есть разобрались. Ну, почему не писать фамилию? Или там мы его изгнали. Вот сейчас два персонажа, Добровинский Саша и господин Пашаев, не знаю, как его зовут, вот их публично изгнали. Публично на весь мир. А почему про остальных-то ничего не известно? А между тем, в прошлом году суммарно, ну, может быть, это 18-й год, ну, неважно, годовой, в суммарном в два раза больше адвокатов осудили за разного рода преступления, в том числе в сфере правосудия, чем вместе взятых следователей и прокуроров. Ну, уж я не говорю про судей, там единичные случаи. А чего это объясняется? Ну, во-первых, моральным упадком. Ну, прежде всего, конечно. Ну, если можно купить диплом врача. Ну, хорошо, ладно, адвокат. Ну, там пришел, что-то прочитал. Считается, что любой и каждый может, в общем, изучить, что, наверное, правильно. В общем, если сильно изучать, ну, из тебя получится и судья, и адвокат. Может, будешь учиться еще сам? Самоучка. Лень, в конце концов. И таких примеров много. Ну, врач. Мы же знаем вот эти вот случаи. Но в данном случае, когда адвокат по серьезным уголовным делам не читал и не учился, он купил диплом и обладает хитростью, умом, изворотливостью, мошенническими приемами обладает, а таких тоже много. В конце концов, у нас были примеры, когда откровенные уголовники покупали. В хорошем смысле уголовники. Я тоже это рассматриваю как одну из форм человеческой деятельности. Организованная преступность. Ну, она существует и будет существовать. Будут мошенники, квартирные кражи, медвежатники, которые под другим соусом банки грабят. Сейчас киберпреступность. Это профессионалы. Они хорошо работают. Но адвокаты-то должны как-то тоже соответствовать. Но только в другом смысле. В профессиональном. И от них, кстати, требуется гораздо больше знаний. Потому что, например, я защищал врача. Главврача. Тоже в одной из среднеазиатских республик, которую обвиняли в неосторожном убийстве двух и более лиц. У них там такое есть. Это уникально. Я когда увидел, я себя глазам не поверил. Позвонил в Москву. Говорю, вы проверьте, пожалуйста. В кодексе этой республики есть статья. Потому что у нас была статья. Просто неквалифицированное убийство нескольких лиц. И этого было достаточно для того, чтобы считать просто убийство. А у них было неосторожное убийство. Нескольких лиц. Ну, потом я понял, почему. Горячие парни там и все такое. А тут врач. Он... Его обвиняли в том, что неправильно лечил. Дети. Дети погибали. Как-то их стало много. Возбудили против него дело и так далее. Два с лишним года я летал в эту республику на разных стадиях. Добились в конечном итоге мы оправдания. Что было чрезвычайно сложно, естественно. Но мне пришлось изучить вот все, что связано с ухо, горло, нос. Мне помогали врачи. У меня были справочники. У меня были экспертизы. Чтобы задать правильный эксперту, медицинскому, судебно-медицинскому вопрос. Нужно же знать, о чем спрашивать. Поэтому адвокат – это не красивость речи. Это тоже в суде присяжных может иметь значение. Но не в нашем суде, не в российском. Но сутевая составляющая должна быть. И, конечно, на Западе судьи тоже внимательно слушают. И поэтому есть в разных странах разные суды. Есть суды по строительным делам, земельные суды. Там сидят судьи, которые не знают уголовного права. Они его проходили в школе, в юридической школе. Но им не надо это. У них специализации. Говорят, что у нас тоже есть специализации. Ну, возможно. По гражданским делам. Есть, конечно, специалисты. Я их тоже встречал. Опять же, единицы. Единицы. Как правило, это люди, которые еще увлечены наукой. Это, кстати, еще один вопрос. Потому что большинство судей очень образованные люди на Западе. И они интересуются многими вещами, не имеющие никакого отношения, как бы, к юриспруденции. Потому что, ну, это так человек должен развиваться. Ну, слесарю, наверное, и не надо. Он хороший слесарь. Это вот только Баталов мог сыграть такого слесаря, которого в природе-то не существовало. И мы все это прекрасно понимаем. Это чистый советский фонарь, обман и, ну, такая красивая картинка. Ну, всем очень понравилось, что там была там полуэротическая сцена. Вот все достоинства этого кино. Мы прервали этот разговор словно на середине. Потому что хотим на самом деле продолжить. И сегодняшняя наша жизнь требует ответов на многие юридические вопросы. И в прошлом осталось еще столько загадок в сфере юриспруденции, о которых и будем говорить с Алексеем Ивановичем Бенецким. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!